По первому участку новой Троицкой ветки метро пассажиры поют уже в следующем году. Линия протянется от станции ЗИЛ до Новой Москвы. Большая стройка идет и на территории самой бывшей промзоны. Там прокладывают новые дороги вдоль Москвы-реки и возводят мост через Затон-Новин. Какие еще изменения там произойдут, в ближайшее время расскажет Наталья Мезина. Наташа, здравствуйте, тебе слово передаю. Привет, мы сейчас находимся на глубине 15 метров. Именно здесь расположился котлован будущей Троицкой линии метро. Ну и буквально в паре шагов от нас находится уже и будущая станция ЗИЛ. Конкретно в поле нашего зрения можно увидеть и тупиковые тоннели. Сейчас строители продолжают сборку их конструкции. Ну а с другой стороны можно увидеть тоннели Александра и Софии, тоннели-проходческие щиты. Здесь как раз таки стартовали свой путь и прошли уже сейчас на сотни метров вперед в сторону станции Крымская. Надо сказать, что данный котлован является самым большим в городе. Ежедневно строители выгружают отсюда почти по 250 тонн грунта. Достают его при помощи крана. Но и с помощью этого же крана продолжают уже опускать сюда железобетонные кольца. Именно они создадут каркас будущего тоннеля для перспективной Троицкой линии. Щит буквально у нас вчера вышел из Подмосковной реки. Минимальное расстояние до дна составляло около 12 метров. В данный участок мы приходили с определенной технологией, что позволило нам пройти это безопасно и установленные сроки. Но трудности были на этапе? Трудности были в том, что было необходимо уделить больше внимания, соблюдать все правила, нормы и никуда не торопиться. Еще пара сложных задач, которые надо было решить строителям. Это непростая геология, а также проходящая на поверхности пути РЖД и МЦК. Несмотря на трудности, движение по центральному кольцу на время работ не прекращается. А с открытием станции ЗИЛ, перспективных Троицкой и Бирюлевской линий, здесь будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, который свяжет наземное и подземное метро. По предварительным подсчетам, к 2028 году пассажиропоток здесь увеличится до полусотни тысяч человек в день. При этом выход в город и из станции ЗИЛ будет максимально комфортным. Из вестибюля, оформленного в строгом стиле, с колоннами небесного цвета и легендарной исторической аббревиатурой завода имени Лихачева, пассажиры практически за одну минуту смогут попасть в парк Трюфелева роща. А также пройти к улице Лисицкого, проспекту Лихачева, спортивно-развлекательному кварталу парк Легенд, жилой застройки и к остановкам общественного транспорта. Все остальные станции, строящиеся ветки от Академической до находящейся в коммунарке Бочуринской, уже соединены тоннелями. В них выполняется устройство жесткого основания и верхнего строения пути. Будущая Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов в Москве. Она протянется на 40 километров, пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа и соединит Московское Центральное кольцо с городским округом Троицк. Строительство ветки ведется в два этапа. В первом, до 2025 года планируют запустить участок от ЗИЛ до коммунарки. Это сразу 11 станций. И далее начнется второй этап. До 2026 года линия продлят до Троицка, присоединив к ней еще 6 станций и электродепо для обслуживания подвижного состава метро. Сегодня ход строительства станции метро также проверил Троицкой линии, осмотрел Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что комплексное развитие территории ЗИЛа является крупнейшим градостроительным проектом Москвы. Вокруг первой очереди Троицкой линии метро проживает около миллиона человек. Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях. Окончание работ запланировано на конец 2024 года. Идет все по графику. Станция ЗИЛ одна из крупнейших на этой ветке. Она стыкуется с МЦК. Сюда же придет и будущая Берилевская линия метро. Ну и сам ЗИЛ развивается. Помимо жилья, создания рабочих мест, здесь создаются и новые транспортные системы. До конца 2023 года будет построен мост через Новинку. Мост через Затон Новинки станет еще одним маршрутом, который совсем скоро появится в навигаторе у автомобилистов. Соружение станет такой соединительной нитью между активно застраивающейся на территории бывшего завода ЗИЛ с набережной Шагала и Южнопортовым районом. Сейчас полностью готовы семь опор моста. Остался монтаж еще двух. Строители также собрали центральный пролет длиной более 290 метров. Работы планировали завершить к началу лета. Район бывшего завода имени Лихачева сейчас активно застраивается. Это и парковые зоны, и жилые дома, и коммерческая недвижимость. Поэтому новым кварталам, как воздух, нужны дополнительные трассы. И в настоящее время продолжается строительство еще почти 7 километров дорог. В целом же, после завершения реновации промзоны ЗИЛ, местные жители получат рядом с домом все для жизни, работы и отдыха. Спасибо, Наташа. На прямую связь была Наталья Мезина.